о чем говорят мне зовут дмитрий щеглов мы продолжаем о чем говорят в первом эпизоде мы подробно обстоятельно обсудили ситуацию которая у нас есть на рынке труда в югре и как она коррелирует вот с миграционными тенденциями и процессами которые нас сопровождают в последние десятилетия так что посмотрите если интересно сейчас поговорим про печальные вещи у нас в впервые за много лет в россии было зарегистрировано увеличение количества клинических случаев алкоголизма то есть клинические случаи тогда там ну совсем все плохо то есть у нас шло устойчивое падение этого дела то есть мы долго долго их становилось все меньше и меньше и меньше тех людей которые впадают в тотальную зависимость от алкоголя вот щелкнуло что-то как говорится как как у нас любят сейчас говорить а что случилось что-то щелкнуло и эта цифра пошла вверх то есть там было там условно грета 52 тысячи стало 53 тысячи клинических алкоголиков это только зарегистрированные потому что это не полная статистика совершенно точно потому что некоторые люди обращаются в частные центры где их там откачивают откапывают и может быть потом кодируют и так далее и эти люди статистику не попадают поэтому у нас с этим делом беда и я писал по этому поводу текст алкоголизм это как бы в побольше части мужское занятие в россии по крайней мере и да и в принципе мне кажется везде и но при этом если даже там весь мир особо бухает и везде мужики где-то там где-то подбухивают то в россии это приводит к печальным последствиям с той точки зрения что россии самый большой разрыв чуть ли не в мире по крайней мере среди заметных на карте стран самый большой разрыв между количеством лет которые живут мужчины и количеством лет которые живут женщины мы страна пожилых женщин вот такая вот печаль потому что мужики просто начиная 45 лет начинает вымирать настолько что уступают там уже прям 10 не 10 лет разрыв у нас получается вот такая вот история нам нужно что-то делать с алкоголь это одна из мощных причин которые на это влияет разумеется поэтому про это и говорим нужно с этим что делать что делать с этим вопрос вот который я тебе адресую в том числе к сожалению мы с тобой ничего с этим не сделаем потому что проблема цивилизационная но мы попытаемся поговорить что могли бы сделать конкретно там власти города сургут может быть и игры ну в каких-то своих небольших в рамках государства но очевидных шагов да но сначала понятно почему мы наблюдаем всплеск алкоголизации не только в россии это тенденция мировая вы то что вы хотите мир человечество протащили через крит да мы уже четыре года живем в какой-то не прекращаясь не прекращающиеся чрезвычайные ситуации да ну то есть вот это вот к виду что это было как говорится и почему-то было так жестко с точки зрения ограничения всех мыслимых и немыслимых права прав и свобод миллиардов людей на планете то есть протащили стремительно люди немножко начали очухиваться осознавать что это было ну после этого мир вступил самую тяжелую фазу геополитических потрясений и общее ужесточение риторики политиков всех уровней всех стран ну не могут не сказаться на тревожных ощущениях по уровню тревожности если вот социологию смотреть тоже не все благополучно и она растет где у которых уровень тревожности за последние четыре года вырос вообще вы раза последний год перед этим в россии он немножко стабилизировал со справедливости ради то есть у нас был пик во время мобилизации в сентябре двадцать второго года пик когда вот пик тревожности с тех пор как бы все пошло немножко на спад но еще далеко не вернулась к до 22 к началу 22 года но все-таки более-менее но это уровень тревожности который замерялся на фоне мобилизации на фоне и свой и так далее это понятно а мы говорим о более широком тревожным ощущение того что происходит действительно с началом к вида люди потеряли покоя не с ужасом воспринимают любую новость там новым о новой какой-нибудь вероятной пандемии то опять какая-то обезьянка сбежала в китае то тут значит этот вот чувак этот вот начальник всемирной организации здравоохранения этот вот коммунист эфиопский заявил что будем разрабатывать план борьбы с пандемии с болезнью x ну и плюс конечно же еще раз говорю вот это вся геополитическая непрекращающаяся тревога это все сказывается на психике людей и они традиционно бегут за бутылкой и начинают как-то там себе вот вливать подобные анальгетики до психологические тут все понятно конкретно по например городу сургуту но вот впечатление то есть едешь по сургутским улицам наливайка пивнушка опять наливайка белая красная алкомаркет такой-то супермаркет такой-то в котором 70 процентов смысла вообще в его алкогольных полках наливайка разливайка ну то есть вы посмотрите вот это это городской ландшафт нашего города посмотрите на все новые микрорайоны что у них там на первых этажах вот которые да вот встроена пристроены торговые помещения непрерывное заведение питейный причем самом низшего пошиба ладно бы там были коварные какие-то кофейни из или рестораны нормальные где люди проводят свой досуг нет это вот это все тут пивко наливай белая красная черная синяя и так далее то подобное вот это все формирует определенный поведенческий алгоритм понятно это очень все призывно это очень все доступно и доступность алкоголя на самом деле может быть не главный фактор мы с геополитикой ничего не сделаем но один из факторов которые усугубляют проблему заступность алкоголя многие страны борются делают его дорогим делает его лимитированным я строй сейчас можно я дав слегка вклинив есть такая штука по крайней мере независимый демограф ракша об этом писал о том что судя по всему возможно возможно в россии довольно серьезное именно водочное лобби очень хорошо работает потому что на водку ограничения не растут цены особо на нее не растут ну то есть растут на немножко на пиво как раз у нас вот ограничения растут и всякие там ну так так к пиву к легкому алкоголю в общем подкрадывается власть она там как-то ходит вокруг него что-то пытается там прикрутить какие-то кранчики там то запретить какой-нибудь импорт пиво из недружественных стран и так далее так далее да то есть как бы а вообще-то по идее то нужно как раз двигать людей к тому чтобы они меньше пили крепкого алкоголя и ну если уж если уж пить то лучше пиво чем чем водку это явно это прямо вот безусловно но как бы вот процесс пока такой вот когда не растет как его это это первая задача любой антиалкогольной компании не путать с антиалкогольной компанией времен перестройки снижать долю тяжелых алкогольных напитков и увеличивать долю легких алкогольных напитков то бишь пиво сухое вино некрепленное это первый этап любой антиалкогольной компании и страны которые его успешно реализовали демонстрируют хорошие показатели и продолжительности жизни и женского мужского и в продолжительности здоровой жизни прости кстати тоже так-то так-то не самая последняя продолжительность жизни ну и далеко не самая первая но у нас очень плохое качество жизни да и качество вот этой доживаемости эти термины то есть у нас люди живут с тяжелыми хроническими заболеваниями гораздо дольше чем в развитых странах и вот борьба с алкоголизацией должна преследовать в том числе эту задачу если не можете поднять быстро щечком пальцем как президент требует от своих министров продолжительность жизни давайте тогда снижать продолжительность некачественной жизни вот борьба с алкоголизацией эту задачу может решить частично или значительно может быть не полностью вот что могут делать власти югры сургута любого муниципалитета не ожидая никаких очередных политиканских заявлений там депутатов госдумы министров и так далее они могут как-то корректировать свою градостроительную политику и не допускать вот такого засилия продажи доступного и я думаю не очень качественного алкоголя да то что мы наблюдаем сейчас как это делается но должно быть какие-то городские средовые градостроительные регламенты здесь мы опять подходим к нашей любимой извечной теме должен ли город на отку поддавать вот там политику политику владельцев помещений которые сдают налево направо алкомаркетом свои помещения или город как-то должен регулировать этот процесс налогоблажением или какими-то квотами или какими-то там я не знаю пошлинами то есть это все вот работа ни одного дня ни одной секунды но ее надо проводить надо брать опыты северных стран Финляндии Швеции Дании Норвегии я не знаю ну что там на Исландии вот северные страны которые с алкоголизацией населения борется борется перманентно всегда не компанийским образом и показывать результаты и и что-то из этого применяйте и оно даст эффект значит тут еще ведь есть один момент когда мы говорим про ту же пресловутую среду вот на очень простом примере я вам покажу как средовой политикой можно бороться с алкоголизацией страна прекрасная Голландия которая нас кормит маслом сыром до сих пор кружка пива там стоит 9 или 10 евро а месячный абонемент спортзал стоит 8 евро выбираем да мы выбираем то есть выбор же очевиден что 90 процентов людей не будут пропивать возможность месячного похода в спортзал там и ну занятия спортом они не будут пропивать одной кружкой пива да конечно это противоречит того что ты сказал то есть как так то то пиво такое дорогое люди побегут водку покупать ну так для этого есть государственные умы которые разрабатывают политику сбалансированную тяжелый алкоголь должен быть менее доступен легкий алкоголь должен быть более доступен в сравнении с тяжелым алкоголем они в принципе более доступен там я не знаю сравнение с литром молока или там пакетиком чая правильно соответственно ну думайте считаете что является поддержкой отечественного товара производителя в одном из выпусков мы говорили что поддержка местных тех же пивоварен да это одна из серьезных статей но промышленной политики там любой любой нормальной страны тогда вы получаете качественные там напитки они не будут уничтожать здоровье своих ваших граждан то есть а у нас ургутский пивзавод непонятно что сегодня превратился был третий пивзавод в стране то есть завершая алкоголизация есть причины всплеска алкоголизации людей очевидны можно ли с этим бороться можно и нужно методы борьбы общеизвестны одними криками долой наливайки проблемы не решится вот нужно нормальная политика в этом вопросе перманентная а не на угоду политическому моменту как мы сегодня наблюдаем ну что ж мы будем завершать спасибо за внимание подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайки это важно и читайте нас на себя просто .ру через неделю снова увидимся и о чем-нибудь интересном поговорим до свидания спасибо всем друзья пока